И нутрию можно поймать, и андатру, и удр. И короче, и караси, там все, что есть. Ну, гляньте, что творится. Подвал дома номер 39 по улице Исторической по внешнему виду больше напоминает болото. Темно-зеленая вода с плавающим в ней мусором. Запах соответствующий. Из-за постоянной сырости даже зимой в квартирах комары. Январь месяц в комнатах комары, в комнатах всякое. Я же говорю, уже такие вот сороконожки лазят. Я живу на пятом. А вы представьте, что там на втором. Проблема возникла еще в 2015 году. Тогда жильцы обратились в КП «Основание». После чего приехали слесари. Откачали воду. Впрочем, в следующем году подвал снова затопило. Тогда провели обследование. Пришли к выводу, что течет чугунный трубопровод сливной канализацией в период сильных дождей. Пообещали, ремонт проведут в июне 16-го. Но подвал по-прежнему затоплен. А на обращение местных жителей коммунальщики перестали реагировать. Приезжали в последний раз где-то в октябре, наверное. Выкачали две бочки, уехали. Двери забыли закрыть, вырвали, бомжи вырвали двери, сняли. Я им звоню, они сказали, у нас заявка есть, двери есть ставить. Но бочки нет у нас, нечем откачивать воду с подвала. Общее состояние дома подвалу соответствует. Все разворочено, все вырвано, и никто ничего не ремонтирует. И сколько мы запросов не делали, говорят, лифт работает, у вас все хорошо. То, что там нету ремонта в подъезде своими силами, каждый этаж пытается поддерживать. Окна выбиты, батареи срезаны. Батареи вырвали. Мы тоже писали, просили на отопление, что хотя бы закольцевать. Они пустили отопление, и у нас просто с девятого этажа поток воды на первый лился. Просто, ну, извините, не агара целая. Последней каплей в чаше терпения стал неработающий лифт. Сейчас он напоминает декорацию страшного фильма. Двери висят лишь на верхних петлях и еле-еле прикрывают шахту лифта. Это показывает, что вот эта дверь висит только на верхних петлях. И на каждом этаже такая. В подъезде в основном проживает молодежь, так как это семейное общежитие. Молодые мамы с детьми ежедневно преодолевают огромное количество ступенек, чтобы добраться домой. Подошли к лифту, к шахте, и вот так дверь отходит. На третьем этаже только на верхних петлях держится. Они приехали, сделали выставок, они взяли досками, вот так позабивали. Неоднократно жители обращались в разнообразные инстанции. Звонили, ездили, писали запросы. Вот первый запрос, вот это что в 2016 году. А это уже второй вопрос, мы когда фотографии отправили, вот это все поснимали. Вот это пришло, да, на 2017 год это пришло. Они прислали, что в 2016 году у нас была проделанная работа, что подвал чистый, что там можно в тапочках ходить, что в лифт отремонтированный. За разъяснением ситуации мы решаем обратиться к коммунальщикам напрямую. Первые на очереди компания Sunset Lift Service. Именно они обслуживают лифты заводского района. Там рассказали причину остановки лифта вандализм местных жителей. По имеющейся у нас информации, лифт по исторической 39 был остановлен еще в июне 2015 года. Мы тогда не занимались техническим обслуживанием. Причиной остановки было разграбление. В конце 2016 года была проведена плановая проверка неработающих городских лифтов. Тогда насчитали 50 разграбленных и стоячих лифтов. На январь 2017 года этот показатель сократился до 20. Кроме того, по техническим причинам стояло в среднем более 100 лифтов в день. На сегодня этот показатель не превышает 15 лифтов в день. Что касается заводского района, то тут всего лишь за 2016 год зафиксировано более 30 фактов хищения лифтового оборудования. Причем по некоторым адресам лифты восстанавливали. Через время их грабили повторно. После того, как вмешалась полиция, грабежи прекратились. По всей видимости, вандал был пойман. Однако не все лифты удается восстановить сразу же. Не повезло и тому, который находится по исторической 39. Совместно с работниками нашего места забили дверные проемы досками, потому что это представляло достаточно большую угрозу для жизни людей. То есть двери, по сути дела, находились в состоянии свободного движения в случае малейшего механического на них воздействия. Впрочем, в титульный список ремонтов на 2017 год лифт по исторической внесли. По той информации, которой я обладаю на сегодняшний день, в планах на 2017 год произвести капитальный ремонт лифта по этому адресу и запустить его в работу. А вот с вопросом об общем состоянии дома и как обстоят дела со злополучным подвалом мы обратились напрямую в КП «Наш город». Там нам сообщили о проблеме наслышаны. Адрес мы этот знаем, отрабатываем. В планы работ 2017 года включаем одно из 11 общежитий на левобережном терротделении. 11 общежитий, которые нуждаются в выполнении ремонтных работ. И одно из них – это историческая 39. Что касается подвала, то заявку в КП «Наш город» на откачку воды уже оформили. Надлежащее состояние его приведут уже в ближайшее время. Продолжение следует...